Священнослужители Каменской епархии побывали в Минске. В белорусской столице они обменялись опытом социального служения со своими коллегами. Стоит отметить, что хотя города Минск и Каменск-Уральские разделены почти тремя тысячами километров, духовно они гораздо ближе друг к другу. Связывает их великая княгиня, преподобная мученица Елизавета Федоровна Романова. Святая, которую без сомнения можно назвать живым воплощением жертвенного служения ближним, мученическую кончину приняла на территории современной Каменской епархии. А в Минске действует Святый Елизаветинский монастырь, продолжающий традиции, основанные Великой Княгиней Марфо-Мариинской обители. Об этом, а также о том, какой подарок ждет верующих Каменской епархии в ближайшее время, узнаем в материале наших белорусских корреспондентов. Священнослужители и сотрудники отдела по церковной благотворительности и социальному служению Каменской и Алапаевской епархий завершили свой двухдневный визит в белорусскую столицу, где перенимали опыт церковной и социальной работы. Епископ Каменский Алапаевский Мефодий возглавляет отдел Русской Православной Церкви по работе с наркозависимыми. Поэтому важной частью визита стало знакомство членов делегации с белорусским опытом работы в этом направлении. Для гостей была организована подробная экскурсия на подворье Елизаветинского монастыря, где проходят реабилитацию люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Населенники трудятся на ферме, на полях, в саду, на пасеке и в питомнике. На подворье построен храм в честь иконы «Неупиваемая чаша», где регулярно совершается литургия, читается кафест перед иконой Пресвятой Богородицы. Как отмечает секретарь Каменской и Алапаевской епархии и романах Спиридон, посещение Елизаветинского монастыря в год 150-летия его святой покровительницы, преподобно мученице великой княгини Елизаветы Федоровны Романовой, принявшей мученическую кончину в Алапаевске, символично и значимо. Наша епархия связана исторически с именем преподобного мученица, служением Марфы и Марии в церкви, молитвенного созерцания прожестного и деятельного служения ближнему. Во второй день визита гости из далекого Каменска посетили Центр духовного просвещения и социального служения иконы всех скорбящих радость, белорусского экзархата, где уже более 15 лет действуют социальные мастерские для людей с умственными и множественными ограничениями здоровья. Судьба людей с ограниченными возможностями здоровья складывается по-разному. Есть те дети, которые в силу тех или иных обстоятельств жизни попадают в психоневрологические интернаты. В нашем случае в мастерские приходят любимые дети, дети из семей, которые имеют родителей, либо старших братьев, сестер, опекающих их. Конечно, это очень важный момент, потому что взрослый человек тоже нуждается в адекватном образе жизни. На сегодняшний день в приходских мастерских оборудовано 105 рабочих мест при швейном, издательском, свечном, переплетном и столярно-слесарном производственных отделах, а также в саду, библиотеке и в трапезной. Здесь создаются условия для полноценной жизни любого взрослого человека. Это и работа, и творчество, и культурный досуг. Но самый главный принцип работы, которым руководствовался, создавая мастерские, настоятель прихода протерия Игорь Коростелёв, это любовь. Как ты думаешь, я тебя люблю или нет? Да, конечно. Они понимают это. Они лучше понимают, чем мы. Знакомство с социальной работой Минской епархии вызвало большой интерес у гостей, которую везут полученный опыт с собой в Каменск, чтобы применить его уже на местах. Уже в начале сентября состоится ответный визит минчан в Каменскую епархию. Свето-Елизаветинский монастырь готовит большую выставку, в рамках которой сёстры дадут мастер-классы и подробно расскажут о социальном служении своей обители. Информационный портал «Собор Бай» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ-Плюс». Субтитры создавал «Собор Бай» для телеканала «Союз» при поддержке компании «ШТМ-Плюс».